Твори, выдумывай, пробуй. Этот призыв Владимира Маяковского из поэмы «Хорошо» как будто бы взяли на вооружение герои нашего нового проекта. Для чего они это делают, на что тратят свое время и силы, и чего хотят добиться в жизни? Сегодня этот вопрос я хочу задать Александру Слесареву. — Здравствуйте. Ну, в первую очередь для меня музыка и вокал — это способ самовыражения, выплеснуть свои эмоции в какой-то степени. Также для меня это является способом дарить людям радость. Ведь когда даже твои родственники, например, радуются, бабушка улыбается, дедушка счастлив, то, в принципе, больше никаких, собственно, благ материальных даже и не надо. Также музыка — это способ совмещать прошлое с настоящим. И как один из видов искусства, музыка, как литература и живопись, это, в принципе, застывшая капля вечности, которой можно прикоснуться. Ведь это же все из-за нашего прошлого, если можем, так сказать, допустим, «Седьмая симфония» Шостаковича, там, о войне, ну и так далее, к примеру. — Очень глубокую мысль сказал наш сегодняшний гость. Знакомьтесь, пожалуйста, Александр Слесарев, лауреат первой степени Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Радуга талантов-2017». И это еще далеко не все. Любовь к музыке наполняет всю жизнь Александра Слесарева. Первые колыбельные маленькому Саше пела на даче бабушка. Именно благодаря ее музыкальным вкусам в репертуаре вокалиста сегодня так много песен Муслима Магомаева. В легендарном Артеке уже три года вспоминают, какой фурор произвел Александр, исполнивший знаменитое Магомаевское море. Педагог Александр по вокалу говорит, что Саша не только талантлив, но и необыкновенно трудолюбив. Именно поэтому со всевозможных конкурсов Саша неизменно привозит высшие награды. Его приглашают на важные городские мероприятия, а записи его выступлений собирают в интернете тысячи откликов. Человек при пении входит в определенное эмоциональное состояние. Из него исходит вибрация, благодаря которой он получает удовольствие и должен нести это в зал, чтобы захватить публику, чтобы нести радость людям. У Саши это есть, у него получается. В 2017 году Александр Слесарев стал финалистом национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» и лауреатом Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Радуга талантов». А когда появилось осознанное желание не просто петь дома для родственников, а уже петь для кого-то? До восьми лет я вообще даже не предполагал, что буду заниматься в какой-либо школе. Ситуация была такая, что я как единственный мальчик из класса поющий был, ну более-менее. Ничего себе! Ну мы решили попробовать, почему бы нет, и поучаствовать в конкурсе в школьном. А в этом школьном конкурсе в жюри сидел мой будущий тогда, получается, педагог по фортепиано Галина Николаевна. Я с этой девочкой спел «Маленького принца», и прямо не уходя со сцены, она меня спросила, ты где-нибудь музыкой занимаешься? Я говорю, нет, не занимаюсь. И она тогда сказала, что ты занимаешься теперь у нас. Ничего себе! Я теперь вот занимаюсь лет десять уже. Саш, десять лет это на самом деле очень много, и я и по себе, и по другим своим друзьям знаю, что мы в детстве, те, кто занимались в музыкальной школе, мы все ее глубоко ненавидели, эту музыкалку, потому что надо было дома сидеть, играть, ну мы были инструменталистами, играть гаммы, разучивать произведения. Я просто вот действительно ненавидела и очень мечтала бросить, но мне родители не разрешали. А у тебя как? Ну у меня есть достаточно вообще твердое убеждение, что пианино в доме приносят какую-то особую атмосферу, например, если ребенок с самого раннего детства прикасается к музыке, у него открывается какой-то новый мир, и жить так становится более интереснее. Какой именно музыке ты прикасаешься вообще? Что в репертуаре и кто его выбирает? Ну репертуар выбираю я, как так повелось. Ну мы с педагогом, у нас в принципе одинаковые бабушкины, если можно так сказать, песни. Так, так, так. Ну это Муслим Агамаев, Иосиф Кобзон и все эти старые советские эстрады, песни. Это не современно, скажу я. Ну да. Как ты себя вот ощущаешь, как ты общаешься со своими сверстниками? Они тебе говорят, что ты несовременен и им с тобой неинтересно, например. Ну я стараюсь им мнение свое не привязывать, в принципе, по поводу музыки мы общаемся редко. Сейчас слушают в основном Бузову. Да-да-да, как тебе Бузова? Ну, хорошо. Вообще, как тебе современные тексты, которые вот в принципе не отягощены ни интеллектом, ни каким-то смыслом? Нормально. Это тоже имеет место быть. И в принципе я могу под это тоже и подпеть, и потусить. Скажи, пожалуйста, Саш, мне кажется, может быть я ошибаюсь, каждый исполнитель же мечтает еще спеть дуэтом с кем-то из великих. Ты, ну, это не Магомаев? Нет, ну если это... Кого бы выбрал ты, да? Ну если из живых или мертвых выбирать? Ну это, в общем, на твой выбор. Ну, естественно, с Магомаевым я бы спел. Это сто процентов. С Пол Маккартни. И посидел бы, послушал Рахманинова вживую. Какому-нибудь баре. Ну да, я думаю, мы бы все к тебе с удовольствием присоединились. Я бы сообщил. Скажи, пожалуйста, то, чем ты занимаешься, эта музыка, она как-то изменила тебя все-таки 10 лет? Это Го Го Го. Это еще как Го Го Го. Если бы я не занимался музыкой, я бы даже здесь не находился. Здесь бы я не находился перед вами, на телевидении. Для меня это в детстве-то было. Люди там как-то ходят, живут. У вас тут вот можно, не знаю, Марвеловский фильм снять даже, наверное. Открылся совершенно тоже новый мир. Концерты, вот эта закулисная жизнь. Но она очень интересная. Я не знаю, кому бы она не понравилась, даже если взять какого-то непоющего человека. Это интересно. Вот это в театре оперы и балета декорации даже стоят там всякие. От кончака стулья, на которых его носили. Но это интересно. Открывается новая возможность, новое знакомство. Уже случился тот момент, когда ты почувствовал, что ты стал взрослым? Взрослым? Да я не чувствую себя взрослым. Мне кажется, человек до старости мальчишка, если нормальный человек. Какая серьезность, приходит и борода начинает расти. Но это еще не показательно. Саша, если возможно поделиться своими планами, планируешь ли ты связать свое будущее с музыкой? Сейчас у меня с сентября, получается, я буду ходить к репетитору по сольфеджио, потому что я, мягко скажем, филонил все эти годы. Ходил 10 лет, это же нестандартный срок в музыкальной школе. Я филонил. Можно, да, есть время пофилонить. Сольфеджио плохо занимался. И сейчас буду теперь нагонять, потому что это, так скажем, единственный хлеб, который сейчас у меня есть. Ну и с этим я хочу будущее связать. Пойду, наверное, скорее всего, в Институт культуры. Может быть, туда попробуюсь, в столицу. В общем, планы, в принципе, в этой конве идут. Спасибо большое, что ты выбрал время прийти к нам. Я бы тебя попросила, знаешь, о чем? Давай вместо прощания дадим какой-то посыл нашим зрителям. Ну, во-первых, конечно, хочется тебя услышать, это первое. И второе, ну, не просто услышать, а вот что-то такое, что, может быть, тебе дает мотивацию в жизни, дает силы. Может это что-то такое быть? Я спою песню о Иосифе Кобзон, который поет «Я люблю тебя, жизнь». Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устало. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала.